Добрый день, друзья! С вами снова Тарас Березовец. Честно говоря, не планировал так быстро писать блог, но события развиваются настолько динамично. Я, как вы догадались, о решении Святослава Вакарчука сложить второй раз уже свой депутатский мандат. Напомню, первый раз это произошло тоже через год после парламентских выборов 2007 года. И ровно через год после этого, в 2008 году, он уже один раз первый депутатский мандат тогда от нашей Украины положил на стол. И причиной тогда Вакарчук назвал неготовность работать по правилам старых политиков. Что же произошло на этот раз? Какая причина того, что он уже вторично положил депутатский мандат? Я специально пересмотрел и интересно нашел информацию о том, что 21 июля 2019 года уже Вакарчука спрашивали журналисты, не получится ли так, что он вторично положит депутатский мандат? На что он ответил «Це чутки, це мэчня». И вот мы видим, не прошло и года после этого. На дворе у нас сегодня 11 июня, и уже опять второй раз он это сделал снова. И ключевая причина, очевидно, заключается в том, что он точно так же устал от политики, не знаю, по старым правилам или по новым. Ну, Святослава критиковать на самом деле не хочется. Я уверен в том, что человек является искренним внутри себя. О том, что он всегда пытается сделать ситуацию и исправить к лучшему. Для этого он получал лучшее образование в Соединенных Штатах Америки. Для этого он создавал партию «Голос», которая именно благодаря ему, его узнаваемости и любви украинцев к нему, как к творческой личности, как к политику, смогла попасть в парламент. И это был достаточно большой успех, будем говорить так, что новые партии, которые только создаются и тут же попадают в парламент. Таких примеров, ну, не так много, разве что с тем же Зеленским, но это понятно, что это отдельная история. Перед этим мы знаем, что в апреле он отказался от руководства партии, передал руководство партии своей коллеге Кире Рудык. И вот сегодня такое решение. Но, во-первых, из того, что я знаю по моим источникам, это решение явилось неожиданным. Ну, то есть, как бы подозревали, что это может произойти в партии «Голос», но до конца никто не верил. И поэтому для них это решение является определенным шоком, потому что все прекрасно понимают, Вакарчук это бренд, бренд сильный. И накануне местных выборов, такой, когда уходит такой, ну, огромный паровоз, который за собой тянет и партию, и однопартийцев, они теперь находятся в состоянии определенной растерянности. С одной стороны, для «Голоса» это плохо, а с другой – хорошо. Плохо, потому что они лишились яркого фронтмена, как бы то ни было. Ну, в силу понятных обстоятельств, большинство населения вообще не знает никаких фамилий, если вы спросите, что такое «Голос», никого не назовут, кроме Вакарчука. Ну, может, там еще одну-две фамилии. А хорошо в том, что теперь они оказались, вышли из состояния теплой ванны, и шоковая терапия должна для них сработать. То, условно говоря, или то, что нас не убивает, делает нас сильнее, или они выйдут и станут мощнее в этой ситуации, или, наоборот, условно говоря, окажутся правы тех, кто говорил, что это все искусственный проект, который держится только на рейтинге славы. Ну вот, проблема «Голоса», как по мне, является скорее в технологической плоскости. Вот, я внимательно за ними наблюдаю. Там много симпатичных спикеров, будем говорить откровенно. Но их проблема в том, что избирателей очень мало. Их, с одной стороны, отличают от аналогичной партии, которая находится с ними в одной, сравнить, наверное, небольшой электоральной нише, порядка 20-5%. Европейская солидарность здесь более яркий политический лидер, опять же, у которого есть свой антирейтинг, тем не менее, он есть. Это Петр Порошенко. И им бороться с ними очень тяжело. И поэтому им придется выкручиваться, особенно учитывая то, что до местных выборов осталось, ну, меньше пяти месяцев. И им придется просто из кожи вон вылезть, для того, чтобы что-то придумать. С другой стороны, учитывая запрос украинцев на новые политические партии, это говорит о том, что и победа «Голоса» на парламентских выборах не была все время случайной. Точно так же шансы есть и у новых политических проектов на этих местных выборах выстрелить. И хоронить «Голос» я бы не спешил в этой ситуации. В любом случае, они, еще раз повторю, у них очень простой выбор. Выплыть или умереть, или утонуть в этой ситуации. И, к сожалению или к счастью, для них никто им сегодня не поможет. То есть найти какую-то замену сегодня яркого, условно, или привезти легионера на место у Корчука, это будет, ну, некрасиво и откровенно искусственно. Поэтому им придется либо самим стать лидерами в этой ситуации, в первую очередь главе партии Кири Рудек, или тогда уже, к сожалению, партия, ну, она же никуда не денется, она останется в парламенте 9-го созыва, столько, сколько будет существовать этот созыв. А местные выборы, ну, возможно, значит, они смогут тогда рассчитывать только на победу в базовых регионах. Сейчас для них ситуация ухудшается, потому что многие избиратели «Голоса», кто голосовал, особенно за его Корчука, будут чувствовать себя обманутыми. И, конечно, им сейчас надо срочно, срочно буквально заниматься антикризисным пиаром. Вот время у них схлопнется, это буквально 7-10 дней. Если за это время не будет предпринято кардинальных усилий, то ситуация пойдет уже по самому худшему для них сценарию. Вот. Ну, я при всем бренном все равно отношусь уважением к решению Корчука. И объясню почему. Потому что представить такой ход со стороны Зеленского или представителя его команды, к сожалению, мы не можем. А это было бы неплохо. Если бы кто-то этих зеленых положил мандат или просто сказал, что я ухожу, я устал. Но, к сожалению, такой радости, как мы понимаем, пока они нам не предоставят. Со временем, когда у них наступит критическая пауза, и они перейдут в такое пограничное состояние, когда поломается их психика, я уверен, эта рада 9-го созыва будет распущена. И президент Зеленский тоже не досидит до конца своих полномочий. Но это уже тема отдельных блогов. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на мой канал. Последнее время вас становится все больше. Это не может не радовать. Умные люди должны объединяться. Слава Украине! С вами был Тарас Березовец. Пока!